Строительный скандал на улице Сахарова набирает обороты. Прямо во дворе, вплотную к четырем домам, собираются построить 16-ти этажку. Строители начали устанавливать бетонный забор, несмотря на протесты местных жителей, которые перекрыли подъезды к площадке. Самое парадоксальное. Вместо компании New Life, начавшей скандальную стройку почти неделю назад, появилась фирма Интостройс. Рядом сомнительных документов. Андрей Цыганкор разбирался в ситуации. Люди, улыбайтесь, вас там телеканал покажет. Улыбайтесь. Улыбайтесь, покажет. Нам не раз покажет. Эти кадры засняли местные жители. Утром грузовик в сопровождении десятка молочников прямо по зеленой зоне стал прорываться к месту стройки, где рабочие начали устанавливать забор. Конфликт едва не перерос в рукоприкладство. Все это без соответствующих документов. ГАСК мне отписался в электронном виде о том, что у них не давали разрешения на застройку этого участка. А сегодня вломились. Пока было разблокировано, пропустили этот момент, разблокировано машинами, ворвалась вся техника и стали устанавливать быстро забор. Документы они пока не предъявляют. Предъявляют документы только 2008 года, даже без мокрых печати, какие-то копии. Строить 16-этажку хотят прямо посреди двора, в каких-то 15-20 метрах от других домов, которые имеют меньшую этажность. Совсем рядом детская площадка и трансформаторная подстанция. На участке, где появился забор, люди высаживали деревья, которые, по их словам, варварски снесли. На компромиссы те отказались. Давайте завтра мирно сядем за стол переговоров, разойдемся, вы приостановите стройку на несколько часов, куда завтра осталось не так уж и много. И завтра вы предоставите документы, мы предоставим то, что мы предоставляли уже другой фирме, потому что фирма за неделю поменялась. Была фирма New Life, сейчас стала другая фирма. У них также документов нету, они отказались. И без того сомнительную компанию New Life, зарегистрированную всего два месяца назад, заменил Интострой. Один из документов, которые показал юрист фирмы, оказалось разрешение ГАСКО на строительство, выданное на имя компании Главстрой еще в 2008 году. Разрешение ГАСКО выдано действительно на другую фирму, но у нас есть договор оступки права требования. То есть это разрешение действует также и на нашу фирму. Никаким до сегодняшнего дня не отменено, поэтому мы имеем право здесь строить. А то, что сейчас здесь происходит, я не знаю даже как это называть, потому что люди сейчас перекрыли дорогу, они дают возможности строительной компании ставить забор. К слову, юристом Интостроя оказался директор жилищно-управленческой компании. На основании сомнительных документов он пришел в минувшую субботу и на автостоянку «Волна» в качестве новой администрации. Люди, опасаясь захвата земли под строительство, как это случилось с тремя другими стоянками на поселке Котовского, тогда выгнали его. В тот же день начались беспорядки и на Сахарова-32. Среди других документов, предъявленных юристом, оказались два договора о сотрудничестве и строительном подряде между управлением капитального строительства, КП «Капитальное строительство» и компанией «Интострой». Прямого разрешения на строительство от ГАСКО у компании нет. В инспекции нам сказали, что только занимаются сбором документов по стройке на Сахарова. Тем временем, часть забора уже установили.